Мир чистой энергии, был путь через те дни, победами результатом ведет наш Росэнергоатом. 30-летие концерна Росэнергоатом балаковцы отмечали весело и шумно. В парке «Энергетик» на импровизированной сцене выступали творческие коллективы, поздравляя горожан не только с юбилеем предприятия, но и со Старым Новым Годом. Присоединились к ним и сотрудники Балаковской АЭС. Предлагаю нам всем поздравить концерн с этой юбилейной датой, пожелать и в дальнейшем развиваться на благо энергетической безопасности нашей страны и реализовывать уже новые проекты, в том числе и за рубежом. Ну а вам желаю получить массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений от сегодняшнего вечера. Уговаривать повеселиться никого не пришлось. И у детей, и у взрослых ноги сами пускались в пляс от задорных песен, и известные композиции подпевали хором. Ну а чтобы никто не замерз, гостей праздника подчевали вкусными угощениями – горячими блинчиками, пирожками и шоколадными конфетами. Клевый праздник, несмотря на такую погоду. Пришли посмотреть. Здорово, все нравится. Спасибо Росэнергоатому, что устраивает для наших детей такой великолепный праздник. Очень хорошо, спело, отлично. Так что мне все понравилось. Юбилей Росэнергоатома не случайно отмечали в парке «Энергетик». Здесь царит праздничная атмосфера, и многие балаковцы считают это место главной новогодней площадкой города. Благодаря атомщикам в этом году в парке появились ледяные скульптуры, которые очень полюбились горожанам. Фотографии с тигром, медведем, Дедом Морозом и Снегурочкой есть, наверное, у каждого балаковца. Появились даже свои традиции. На полосатом хищнике надо посидеть, а мишку потрогать за нос. И обязательно сфотографироваться на ледяном троне. Снежная зима, новогоднее настроение до сих пор не закончилось. Здесь праздник, детям очень нравится, все очень замечательно. Очень красиво, атмосфера очень прекрасная, все белым-бело, елочка тоже очень красивая. Вот ребенок пришел сюда выступать сегодня на праздник. Всех с Новым годом! Но в заключении зимнего праздника «Ледяная фантазия» участникам творческих конкурсов вручили сувениры от Росэнергоатома. Но главным подарком все-таки стал сам праздник, который оставил после себя теплые воспоминания.